Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем тестировать деревянные рукояти ножей Апинель на их стабильность после пребывания в воде. Тут у нас рукоять из бубинги, у этих же двух Апинелей рукоятки у нас из бука. Пока что к бубинге у меня нет никаких притензий. Тут же давайте посмотрим рукоять из бука. Я сначала вообще думал, что вот эти два ножа будут тестироваться, так как они оба из нержавейки. Но потом попробовал сложить этот нож. Видите тут уже совсем мягко клинок ходит. Тут же у нас чуть получше на 12 Апинели. Но тоже видимо древесина рассохлась, разболталась. Она менее плотная. По байнелю бубинга у нас имеет твердость 5,7 кг сила на мм в квадрате. По байнелю, кстати, твердость дерева определяют следующим способом. Берут доску, берут закаленный шар диаметром 10 мм и с силой 100 кг вдавливают его в эту доску. Потом изменяют лунку и производят расчеты. Так вот, бубинга имеет твердость 5,7 кг сила на мм в квадрате, а бук 3,8 кг сила на мм в квадрате. То есть, видно, что бубинга такая более твердая. Ну и понятное дело, рукояти из бубинги мне нравится больше, чем рукояти из бука. Ну, как по мне, она более красивая, такая более темная. В общем, что, друзья, ну давайте мы ножи сложим сейчас. Ну, достаточно плотно до сих пор вот этот вот филейник складывается. Ну, хотя он у меня и в использовании меньше. Это у нас девятый апинель из нержавейки, из углеродки как раз. Ну и посмотрим заодно, что с углеродкой будет. Ну и семерочка из нержавейки. Ложим их купаться. Наполняем водой комнатной температуры и оставим на час. Больше ничего и говорить не буду. Нажим некий подогнал мой друг Миша Ленинградич. Ссылка на его страницу, на его группу ВКонтакте будет под видео. Не хотели семерка и девятка, которые обычные, а не филейные, у нас стануть. Ну вот, все апинели находятся под водой. Семерка всплывает, девятка и филейные апинели утонули. Кстати, тоже, ребят, интересное свойство, если в воду уроните. Ну, все они, скорее всего, в общем-то, утонут. Ладно, друзья, сейчас я стою на паузу. Ну и давайте через час-полтора включусь. Так, ну что, друзья, ножи пробыли в воде около двух часов. Давайте посмотрим. Апинель номер 7 с рукоятью из бубинки. Ну, вы видели, как сильно его клинок болтается, когда нож сухой. Ну, сейчас он с таким, в принципе, трудом извлекается из рукояти. Давайте на апинель с рукоятью из бука номер 9 из углеродки. Ну, тоже с большим трудом он извлекается. Ну, и также он был разболтан у нас изначально. Вообще, по этому апинелю, я думаю, снять тесты. Ну, и такие тесты, как продуктики там всякие, а вот тесты по дереву, по канату, посмотреть, что апинель с углеродистой стали у нас может. Как вам идея? Отпишите в комментариях. Так, ну, и давайте теперь бубинку посмотрим. Ну, что хочется сказать, что все-таки клинок, все-таки рукоять чуть разбухла, клинок ходит чуть похуже. Но, однако, это не настолько критично. Я этим ножом, сейчас это у меня прям фаворит кухонный я им. И дома на кухне, и на даче, и на природу как-то ездил, брал его, поэтому моется он у меня достаточно часто. Ну, уже много раз он подвергался испытаниям водой. Ну, и вы видели, что при этом рукоять не рассохлась, так как вот на этих ножах из-за того, что их, собственно, омоешь достаточно часто, то есть рукоять разбухает, сохнет, потом клинки у них начинают болтаться. В принципе, по большому счету, в работе это не критично. Ладно, давайте я сейчас ножи протру, потому как у меня тут еще и углеродистый товарищ есть. Так, можно и ноготь сломать, что особенно для женщины может быть критично. В общем, ножи я протру, и мы с вами какие-то итоги подведем. В общем, можно сказать, что тесты подтвердили данные из таблицы. У Бука стабильность древесины при воздействии влаги 1, у Бубинги 3. Я вам, кстати, ссылку на таблицу скину под видео. Кому интересно, перейдете, посмотрите. А вообще, всего от 1 до 5 оценка влагостойкости древесины, то есть 5 абсолютно стабильная, 4 стабильная, 3 относительно стабильная, 2 среднестабильная и 1 нестабильная. То есть Бук у нас получается нестабильный, а Бубинга относительно стабильная. Кстати, сейчас хочу опенели с Дуба, восьмерку. Так вот, у Дуба оценка влагостойкости 4. Бывает и 5, например, у древесины Тика. По другим известным нам древесинам, с которыми мы сталкиваемся, люди, живущие в России, у грезы, влагостойкость 3, у карельской грезы также 3, у ели 2, у кедра 4, у клена 2. У ореха, как у европейского, так и у грезьского, стойкость 4. Ну и в общем, я хочу сделать вывод, что если опенель, на который вы нацелились, выпускается не только с рукоятками из Бука, а также, например, или из Бубинги, или из Дуба, ну то есть с более стойким к воздействию влаги древесины, с более стойким к воздействию влаги древесины, то лучше все-таки стоит чуть доплатить и взять опенель, например, из Бубинги. И все-таки проблем с ним будет гораздо меньше. Ну, по большому счету, вот как раз вот с этим опенелем из Бубинги, я проблем, в принципе, и не испытываю. Ну, вот, смотрите. Ну, чуть рукоять разбухла, но какого-то, прямо чтобы критично, вот это вот было неудобство в извлечении, либо в складывании ножа. Ну, такого нету. Плюс к тому же, изначально тут все было более плотно, так как, опять же, раз уж меньше подвержена рукоять разбуханию, чем вот эти вот, они, считайте, разбухли, высохли, ну и клинок со временем разбалтывается. То есть, несмотря на то, что изначально тут все было более плотно, чем здесь, все равно результат заметен. Вот. Ну, тут вообще клинок болтался, поэтому, в принципе, без проблем. А тут вот. Ну, прямо так тяжело очень идет клинок. Вот так вот. Ну, около двух часов ножи провели в воде. Ну, я думаю, что это более чем показательно. Я вообще считаю, что компания Пинель нужно все-таки, чтобы ножам с рукоятками из Бука были альтернативные варианты ножей с рукоятками. Не то, что из более твердых. Ну, твердость, по сути, для рукояти не так важна. Хотя я видел у одного товарища по интенсивному использованию ножа Пинель. Тут довесина скололась. Ну, и замок попросту перестал держать. Ну, все-таки твердость это не главное, вы согласитесь. А именно, что ради влагостойкости стоит делать Апинели не только с рукоятками из Бука. Вот так вот я считаю. Ладно, друзья, я думаю, что тест был поедельно показательный. Мысли свои я выразил поедельно точно. И на этом я с вами буду прощаться. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok